ребят смотрите что с вот этим потолком интересным я покажу принцип как бы я к нему приступала саму конструкцию как бы я простроила на ум приходит конечно кисть ленточная вот я ее создала смотрите у нее форма просто такая палочка от темного к светлому то есть я нарисовала такую палочку просто темного к светлому и загрузила ее форму этой кисти и тогда эта кисть вот при легком ну если прозрачности добавить там в зависимости от нужной вам темы там насколько плотнее она вот как лента пишет то есть можно вот так вот вот так вот она будет писать и как бы я делала сначала обычно любой тоненькой кисточкой я бы нарисовала план потолка как бы как мы на него снизу смотрим или сверху до без искажения перспективного то есть явно там идет какой-то по форме потолка прямоугольничек сейчас сейчас нам надо добавить направляющие вот допустим вот такой у нас квадратники там или прямоугольный потолок и внутри он заполнен вот этими вот колбасами какими-то я не знаю там в свободном порядке в общем то даже не важно в каком порядке вот он заполнен после этого мы его искажаем в перспективу вот этот наш план потолка то есть вот так его поджимаю ну соответственно в ракурсе вашей комнаты вы его просто вот натягиваете допустим потолок выше а вы его натягиваете чуть ниже то есть на вот этом вот нижнем уровне и дальше мы берем нашу кисточку вот эту ленту и стараемся давайте я переверну мне так удобней вот понятно что все не нужно но вот эти которые на переднем плане стараемся пройти по ним то есть вот вот поэтому я прямо иду вот этой верхней частью по вот этим вот штучкам да вот так вот хоп 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 дальние там уже можно как-нибудь на самом деле они будут не видны начинать можно с них то есть там как-нибудь ой как-нибудь как-нибудь вот там вот мы проходим но принцип сохранится вот так вы сделаете и сверху тут это сеточка да сеточка поэтому можно сверху дополнительно текстуру на отдельном слое накинуть либо вот у нас есть сеточка шестигранний грунт в принципе любая текстурная кисточка которая у вас есть какой-то маленький размер подобрать прозрачностью и вот просто сейчас я наверное настолько подобрала что она уже не видна или шестигранник я возьму на вот он шестигранник прозрачники просто добавить как что называется там сям вот это мое любимое слово там сям то есть чуть-чуть чтобы вот это вот текстура заиграла чуть-чуть ее нужно будет добавить здесь чуть-чуть она где-то должна наложиться чтобы было видно что это вот какая-то сеточка то есть она не везде идет а вот в каких-то местах ближних к нам вот это вот дальше уже не нужно то есть вы можете на фотографии увидеть что дальше уже сетка незаметно а только основная конструкция заметно поэтому вот вот эти вот места ближние к нам вот их можно сеточка обозначить чтобы вот эта вот текстура сеточки читалась и вот этот вот конструкцию черновиковый потом вы уберете то есть на отдельном слое делаете для того чтобы просто повторить рисунок потом вы уберете и останутся только вот эти вот линии я наверное делал это все на одном слое но вы поняли в университете